Сегодня два года с тех пор, как Арсений Яценюк передал свой премьерский пост Владимиру Гройсману. Лидер Народного фронта возглавлял правительство дважды. Какой принял страну и каковы главные достижения правительства Яценюка, напомнит Виктория Малосвитная. Конец февраля 2014-го. Янукович в бегах, казна опустошена, золотовалютные резервы разграблены и в придачу у страны миллиардные долги. Вступая на должность премьера, Арсений Яценюк не скрывает, будет трудно. Я не обещаю покращения ни сегодня, ни завтра. Наше основное завдание – это стабилизация ситуации в стране. Арсений Яценюк вводит режим жесткой экономии. Прежде всего за счет государственных чиновников и народных депутатов. И вводит дополнительные налоги для олигархов. Ищет и получает поддержку западных партнеров. Премьера Яценюка приняли тоді всі західні лідери найбільше. И Ангела Меркель, он встречался с Бараком Обамо в Білому доме. Это было без прецедента. То есть уровень президента, премьер-министра, скажем так, они не співмирные. Как правило, президент встречается только с президентом. А тут было сделано виняток. Весной Россия незаконно аннексирует Крым. Начинает военные действия на Донбассе. Украину настигает глубокий экономический спад. Национальная валюта девальвирует в троекратном размере. И в этих условиях фактически с нуля правительство создает боеспособную армию. Армию разрушали, либо разворовывали, либо целенаправленно разрушали больше 20 лет. То есть техника без топлива в бюджете 108 тысяч гривен. Танки без двигателей. Те, что с двигателями, нет аккумуляторов. Правительство ищет топливо, ищет аккумуляторы, договаривается в долг. То есть самое главное – это создание армии. Если бы это правительство не создало армию буквально с колес, при поддержке волонтеров, добровольцев, то, в принципе, все остальное не имело бы значения. По словам политологов, в этих чрезвычайно сложных условиях Яценюку удается совершить почти невозможное. Стабилизировать курс национальной валюты. Договориться о списании части внешнего долга. Сократить его на 6 миллиардов. Наполнить бюджет. И даже накапливать золотовалютные резервы. Внешний долг, воюющая страна, падение ВВП, нет задержек по зарплатам, по пенсиям. Уменьшился долг Украины, что очень тоже показательно. До этого все правительства просто этих долгов нагребали, перезанимали. Когда президент уже пришел, Порошенко, уряды Яценюка уже спромегся на тот момент сформировать полноценный бюджет и военнослужащий, в том числе, что в это никто не верил. Все ждали тогда дефолта. В 2014-м Яценюк начал реформировать систему энергообеспечения и окончательно разрывал газовую зависимость от Москвы. Сегодня российскому монополисту отправлено предарбитражную ноту. Мы будем бороться за наши национальные права и наши национальные интересы всеми законными методами. Три зимы Украина не покупает российский газ. Потребление удалось сократить на 20%. А в 2018-м Украина добилась компенсации в 4,6 миллиардов долларов за недопоставку России газа для транзита. Дважды Кабмин Яценюка повышал зарплаты и пенсии. А единый социальный взнос снизился в два раза, уменьшив налоговое давление на предпринимателей. В Украине начался процесс децентрализации. Выросли доходы местных бюджетов. Вместо милиции в Украине появилась новая полиция. Начала работать система госзакупок Прозора. Яценюк подписал политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС. При его правительстве были выполнены все 144 требования для получения украинцами без виза с Евросоюзом. Бывший премьер-министр Швеции, член Международного совещательного совета Карл Бильд назвал это украинское правительство лучшим. Предыдущее правительство Яценюка, вероятно, было лучшим в Украине. Теперь задача состоит в том, чтобы сохранить результат его реформ и продолжить их дальнейшее внедрение. Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильд. Арсений Яценюк пожертвовал рейтингом, принимая временами непопулярные, но жизненно необходимые для Украины решения. Эксперты говорят, основы экономической стабилизации, которые мы наблюдаем сейчас, результат работы его правительства. Виктория Малосвитная. Сегодня канал Украина. И Арсений Яценюк у нас в студии, с ним обсудим главные темы. Арсений Петрович, приветствую вас. Приветаю вас щиро. Все помнят, как вы себя называли правительством Камикадзе, потому что в феврале 2014 года принимали страну в трудное время. Сейчас, спустя два года после ухода с поста, что прежде всего вспоминается? Это невероятный тягар ответственности. И тогда я не ожидал, что будут такие трудности. Но эти трудности будут подолены не только мною. Эти трудности будут подолены всей Украины. И вы знаете, я, наверное, больше, что я чувствую, что мало кто вообще в мире, тогда, ни одна страна, ни одна нация не стыкалась с такими выкликами. Принаймні, за последние деколька десятков лет. И даже не было кому позвонить и запитать, а что делать в этой ситуации? Ну, я знал на тот час всеки святовых лидеров. У жодного из этих святовых лидеров не было российских танков на их территории. У жодного из этих святовых лидеров не было банкротства в стране. У жодного из этих святовых лидеров не было повної отсутствия армії. Поэтому сгадуется, конечно, неимоверный выклик, но сгадуется та энергия и та впевненность. Чтобы вы знали, я был впевненен в 2014 году, что мы это перейдем. Я был впевненен, что мы выстояем. И мы выстояли. Сейчас мы посмотрели сюжет, где подробно рассказывается о ваших достижениях. Наверняка были просчеты или недочеты. Мне интересно, чтобы вы назвали, что вы считаете главным достижением, а вслед за этим главным недостатком. Ну, только дурень не признает своих ошибок. И, конечно, я ошибался. Я ошибался в силу отсутствия, ну, действительно, опыта не только в Украине, но и в целом мире, борьбы с такими кризисами. Я ошибался, потому что не было кого спросить. Я ошибался, потому что... Вы знаете, может, это даже не ошибался в некоторых случаях. Это была не ошибка. Я свято вірил в то, что я правильно делаю. И что наша команда Народного фронта, и что наш уряд правильно рухается. Я не мог запропоновать простых рецепт для страны. Все хотят, знаете, очень простого рецепта. От, наверное, те, кто не хочет ходить в спортзал, они хотят получить какую-то таблетку, и у них сразу появляется мязи. Так не бывает. Все рецепты, которые мы предложили, были очень сложные. Никаких других рецептов до сегодняшнего дня не существует. Краина была в коме. И те, которые мне предложили дать стране аспирин, я говорю, это не выводит из комы. Мы вывели страну из комы. Поэтому так были ошибки. Ну, например, переведите пример. Например, не хотелось бы повышать тарифы на газ. Я вам скажу, якую я вижу. Есть экономические и политические ошибки. Какая была моя политическая ошибка? Я не смог объяснить правильно народу Украины, что это единственный правильный шлях. Потому что против меня працювала велетенская машина. Машина, в том числе, и моих політичных, начебто, друзей и політичных конкурентов. Я не был готовый до того, что такой высокий степень політичного цинізма в стране. Когда мы боролись за страну, мои политические оппоненты и мои политические друзья в лапках, они боролись за владу. И это очень серьезный опыт. То есть, первое, это публичная коммуникация с гражданами. Надо было простее, понимаемее и активнее пояснить. А экономический просчет? Один хотя бы. Экономический прогноз. Вы задали вопрос по тарифам. Это очень популярная тема. Я заплатил за эту тему политическим рейтингом. Но страна не заплатила за моё решение, потому что страна мала газ, страна мала свитло, страна не замерзла. И страна отказалась от российской газовой зависимости. В экономике, я думаю, что основной была проблема – это отсутствие координации с Национальным банком Украины. Национальный банк жив своим життям. И в результате того, что курс национальной грошовой одиницы, который за Конституцией является прямой ответственностью исключительно Национального банка Украины, обвалився, экономика отримала очень серьезный удар. Тому так, это был большой экономический прорахунок. И тут нужно было мне занимать более жесткую, в том числе и политическую позицию. То знаете, я так дипломатично не хотел наезжать, не хотел говорить жесткие речи по отношению к политическим партнерам. Но тут нужно было занять позицию. Ну а щодо экономики в целом, бачите, зараз дуже багато розповідають, якісь нові экономичні моделі, рецепти. Так я не почув ніякого іншого рецепту, крім того, який ми започаткували 4 роки тому. І стабілізація экономики завдяки тому, що ми розпочали программу з МВФом, що ми гасили кредити, які не ми брали. Нам же шо ліплять про те, що, ви знаєте, збільшились, вони понабирались кредитів. Ну тут я пропоную просту арифметичну дію. Я прийшов, було 73 мільярда доларів кредитів. Я пішов, стало 67 мільярдів доларів кредитів. В принципі, зрозуміло, що 67 точно менше, ніж 73. Ну 11 мільярдів ви взяли у МВФ, в частності. Але ми погасили. Тобто загальний борг. Загальний борг країни був 73, і коли ми пішли, став 67. Тому, звичайно, треба провести аналіз, і я думаю, що в мене буде час ще для того, щоб провести аналіз в книжці. Але мені ще далеко до мемуарів, ще НАТО далеко до мемуарів, тому що я переконаний, що той курс, який ми вибрали, правильний. І цим курсом треба рухати країну. І дійсно, нема простих рецептів. Але якщо країна вся, політичний істеблішмент, президент, прем'єр, уряд демонструє політичну волю, впевненість і правильні кроки, і народ в це віри, то ми будемо не тільки виживати, а ми будемо демонструвати реальний прогрес. Давайте ще к таким темам. Строїтельство газопровода «Северний поток-2» в обход України становятся все більш реальним. Согласие вже дали Германію і Фінлянди, осталось ще дві країни. Якщо це случиться, то Україна потеряє 3 млрд доларів в год за транзит газа. В частності, сьогодні на встречі з Меркель говорила об этом опять Порошенко, і канцлер Германії заявила, що не учитувати інтереси Києва нельзя, що Україна должна оставатися транзитной країною. Як це розуміти? Ви одразу шукаєте правильну відповідь на питання. Два роки після того, коли я пішов в відставку, я займався міжнародною діяльністю. Це санкції проти Росії, це енергетична незалежність, це фінансовий блок для країни. І це боротьба з північним потоком. Ну, що таке північний поток? Ну, слухайте, нас хочуть просто, як Україну, позбавити 3 млрд американських доларів доходів на рік. Я ціную підтримку наших європейських друзів, коли нам дають 1 млрд доларів кредиту на рік, який треба повертати. Так, почекайте, ми зараз самі заробляємо 3 млрд. Якщо Росія з нашими західними партнерами побудує цей газогін, ну, то мета Росії перевезти українську газотранспортну систему в металобрукт буде тоді здійснена. Мені приємно, що канцлер сьогодні на кінець то визнала, що це не тільки економічний, а що це і політичний проєкт. Єдине, що я хотів би розібратися в деталях. Коли наші німецькі партнери сказали про те, що Україна повинна залишитися транзитером, це наскільки транзитером? На 100% наших потужностей і на заробіток для українського народу 3 млрд доларів? Чи на 10% наших потужностей і на заробіток для України 300 млрд доларів? Американці проти північного потоку, балтійські країни проти північного потоку. Я щойно повернувся з Польщі, поляки проти північного потоку і європейська комісія також заявила, що проти. І зараз дуже важливо, що буде переважати. Гроші чи реальні європейські ціни? Україна і Фінляндія дали добро і, дійсно, вони думають о деньгах і думають о диверсифікації. Яка у вас може бути повереність, які у нас є гарантії, що вони зупинують цей проєкт? Зупинка проєкту повинна здійснюватися, в тому числі, і через дуже шорсткий тиск. Якщо американська адміністрація введе санкції проти компаній, які будують північний поток, це буде реальна дія. Якщо європейська комісія чітко заявить про те, що єврокомісія не підтримує будівництво північного потоку і блокує його, а підтримує український народ і незалежність України, тому що наша газотранспортна система – це частина нашої незалежності, це також буде дія. І якщо канцлер Німеччини так само чітко заявить про те, що вона не дасть можливості позбавити Україну транзитних потужностей, це буде рішення цієї проблеми. Арсім Петрович, Ви автор проєкта «Сцена», який предполагає строительство оборонительних сооружень на границі з Росією. Звісно, що вона построена на даний момент на 15-20%, тільки в Харківській області завершено строительство. Доволені ли Ви цими темпами? Вона явно не така мощна, як Ви планували. Вважаєте ли Ви, що цей проєкт все ще потрібен? Я зразу хочу повернутися до того моменту, коли я оголошував про цей проєкт в 2014 році. Так, це було моє політичне рішення, щоб в країні на кінець-то з'явився кордон. Ви согласны, що воно піар рішення? Категорично не згоден з вами. Категорично. Тоді я заявив про те, що це перша лінія оборони. Зрозумійте, я ж не прикордонник, я людина, яка каже, як може бути державна прикордонна служба охороняти кордон, якого немає. І це була перша лінія оборони. Ми наняли провідні світові інститути і українські інститути. І зараз за нашим проєктом так само будують інші країни державних кордон. Давайте к сьогоднішньому дню. Кордон вже на сьогодні на 20% збудований. Це перший. Друге. Мій уряд здешевив будівництво кордону в два рази. Третє. Це розумний кордон, який є перша лінія оборони. Але от танков він не захистить. А ніхто і не казав, що він захистить від танків. Покажіть мені. Хотіли, от російської агресії ви хотіли захистити. Перша лінія оборони. Покажіть мені хоча б один проєкт у світі, який може захистити від ракет, від танків. В общем, резюміруємо, ви довольні в цілому. Я не задоволений тим, що ми не побудували швидко. Але ви коли ремонт в своїй квартирі робите, ви скільки ремонт робили? У вас декілька десятків квадратних метрів чи сотень. А тут декілька мільйонів квадратних метрів. І цей кордон буде побудований. І саме тому це не обіцянка. А це безпека держави. І ця безпека держави повинна бути зреалізована. Уже новим керівництвом і новою прикордонною службою. Спасибо. Новий срок до 2020 року. Будемо смотреть. Спасибо за разговор. Більше нет времени. Арсений Яценюк, лідер Народного фронту.